Визит представителей международного хорового фестиваля из России, Молдовы и Беларуси в наш город начался с приветственной встречи руководителей коллективов с руководством Брестского горосполкома. В ходе диалога всех собравшихся за круглым столом первый заместитель председателя Вадим Кравчук познакомил с планом праздничных мероприятий, рассказал о подготовке города к тысячелетнему юбилею и обсудил с руководством хоровых коллективов участие в праздновании Дня Победы. Нужно отметить, что свою причастность к мероприятиям, посвященным Великой Победе, каждый из приглашенных оценил как высокую честь и доверие, оказанное коллективом. Мы очень рады, что мы попали в такой ответственный и интересный период. Встретить такой день, такой праздник, как 9 мая, в стенах Брестской крепости, я считаю даже лично для себя и всех, кто сюда приехал, это большая удача. И это огромный воспитательный момент для наших детей, с которыми приехали, для их родителей. И я думаю, что этот момент они запомнят на всю оставшуюся жизнь. Мы благодарны всем организаторам фестиваля. И особенно, конечно, мы потрясены красотой города и его жителями, людьми, которые действительно мы знаем, что все в Беларуси, все очень люди отзывчивые, добрые, но это всегда нас поражает. Мы не можем к этому никак привыкнуть. Нам нравится, как нас всегда встречают, какое отношение к нашему коллективу и к нашим детям проявляет руководство и наши белорусские друзья. Первый концерт хоровых коллективов в нашем городе состоялся 8 мая в музыкальном колледже имени Ширм. В стенах учреждения собралось более 500 участников фестиваля, потомков героических народов, которые в годы Великой Отечественной войны сражались плечом к плечу за родную землю. Общность культур и традиций, любовь к музыке и пению объединили правнуков-победителей в этот день. Отрадно, что такой международный представительный фестиваль впервые будет проводиться в городе Бресте. Это очень символично, потому что Великая Победа, она была завоевана тогда советским народом в трудной борьбе с фашистскими захватчиками и тупо ведуковали, конечно, все республики. Открывали концерт лауреаты всесоюзных фестивалей и республиканских конкурсов, дипломанты множества певческих состязаний, прославленный брестский хор мальчиков, певники под управлением неизменного руководителя коллектива на протяжении 35 лет и инициатора создания, идейного вдохновителя фестиваля Берестейские хоровые ассамблеи Олега Нероды. Мы неоднократно бывали на разных фестивалях и в Европе, в странах Прибалтики, в Молдове, и я всегда им завидовал такой тихой завистью. Думаю, надо такой фестиваль проводить обязательно у нас в городе. Мы ничем не хуже, чем другие страны, города. И вот идея вдохновилась в этом году только лишь потому, в первую очередь, потому что нашему городу тысяча лет, потому что Брест на сегодня является культурной столицей СНГ, и, естественно, поддержал нас в этом плане Игорь Исполков. Самое главное в этом, что мы учим наших детей, как можно жить, любить жизнь, уважать друг друга, дружить с другими странами, с другими городами. Я думаю, что это большое дело, мы патриотическое воспитание. Услышать совершенное мастерство юных представителей хорового пения смогли брещане и гости нашего города и 9 мая на торжественном митинге по случаю празднования Дня Победы Брестской крепости. В исполнении сводного хора мальчиков прозвучали патриотические песни, посвященные памятному дню. Вечером того же дня в парке культуры и отдыха состоялся гала-концерт. Разнообразие творческого репертуара и своеобразная манера исполнения индивидуальная в каждом хоровом коллективе доставила зрителям концертной программы истинное наслаждение.